Можно повернуть микрофон? Узкие профессионалы, врачи, специализирующиеся на подобных пациентах, они уже в узких кругах давно диагностировали у исследуемого наркозависимость. В данном случае мы имеем дело с кокаином. Рано или поздно органическое заболевание переходит в ту стадию, когда оно становится очевидно для всех заметным. В данном случае по внешним признакам мы явно видим последствия кокаина, то есть кокаиновую зависимость. В первую очередь это видно по поведенческому признакам. Мы можем обратить внимание на то, что пациент регулярно потирает нос. Это реакция химического раздражения слизистой носовой полости. Мы наблюдаем у пациента реактивную гиперемию слизистой оболочки носа, которая вызвана устойчивым линитом. В 95% случаев это свидетельствует о употреблении наркотического вещества пациента через нос. Так называемая инсуфляция. Таким образом кокаин попадает в организм. Поэтому в наркозависимых появляется привычка тереть кончик носа, регулярно прикасаться к нему, что-то поправлять. Это связано с эрозиями, которые образовались в носовой полости пациента. Из-за долгого систематического употребления наркотического вещества. Следующий признак употребления кокаина – изменение голоса. Голос может стать скрипучим или подсаженным. В данном случае голос стал хриплым. А кроме того у пациента замечены покашливания. Передасть нам этих вбивцев. Цих вагнеровцев. Они живут и с украинскими паспортами. Это большая проблема – паспортизать. При носовой суфляции кокаина он попадает в носоглотку и вызывает раздражение нежной слизистой оболочки тархеи и бронх. Из-за этого у больного появляется то самое покашливание. И его мы можем наблюдать у нашего пациента. Совсем уважаем. Кроме того, это признаки длительного употребления кокаина. Кокаин употребляется с целью стимуляции центральной нервной системы. При этом он вызывает субъективно приятные для пациента ощущения, связанные с эйфорией, возросшими собственными возможностями, улучшением внимания, функций памяти. Появляются такие приступы активности, бодрости. Он может долго не спать, быть включенным в рабочие процессы. Но с развитием наркотической зависимости этот эйфорический эффект полностью нивелируется. Потом, когда мы поняли, что он, как та история с полуницией. И мне кажется, тут самая такая ситуация, что он уже не есть кем-то. Постоянная апатичная депрессия с ангидонией, то есть неспособностью получать удовольствие, становится для пациента обычным явлением. Та творческая активность, которая ранее возникала на фоне арктического опьянения, меняется уже на полную апатию и бездействие. Но так как действие наркотика длится не такое продолжительное время, его необходимо поддерживать. Иначе на смену эйфории придет апатия. Со временем приходится увеличивать дозу, что не проходит бесследно для самого организма и поведенческих реакций. Соматические изменения, которые возникают у кокаиновых наркоманов, представлены в виде перфорации носовой перегородки, о которой мы там говорили ранее. Не вредит троничного нерву, сопровождающимся болевыми ощущениями. Кількість людей, которые могут сказать вам «нет», будет до уровня приблизительно нулю. Преконайте меня, что Верховная Рада не перетворится на РНБО, принимая сумнительные с точки зрения законности и конституционности решения, а быстрые и необходимые реформы потом не скасывают суды. Можете заспокоиться, с этого не будет. Отдельно хочу обратить внимание на жесты пациента. В конкретном случае мы можем наблюдать неусидчивость, суетливость. Пациент регулярно касается бровей, поправляет волосы, облизывает и попусывает губы. Проводит пальцами по лицу глаз. Моё резкое отношение до этого. Это навязчивые движения. Они наблюдаются у пациентов с кокаиновой зависимостью. Употребление кокаина также выражается в ухудшении памяти и функции мышления. Пациент регулярно запинается, забывает то, что, по идее, должен хорошо знать. Можете сказать, что пациент зависает. То есть последовательные процессы замедляются. Это является признаком кокаиновой абстиненции. В конечном итоге пациент взрывается на окружающих. До Дня Незалежности мы должны сделать новый литок и показать всем, какими сильные литоки летят. Будем всех бомбить. Начинает действовать агрессивно. Кокаиновая абстиненция также обуславливает дистанцию. Для окончательного подтверждения этих наблюдений необходимы дальнейшие исследования биогенных аминов. Абстинентный синдром при кокаинизме, как правило, представлен состояниями тяжелой дисфории с признаками хронической раздражительности и аффективными вспышками. В этом состоянии больные находятся в постоянном и беспричинном беспокойстве и подавленном настроении. Нередкие бредовые высказывания, которые мы можем наблюдать и у данного пациента. Багато всего знаете вы. Я думаю, что давно живу. Да, вы давно живете, это правда. И я трешечки пожил. Именно абстинентным синдромом и объясняются неадекватные высказывания нашего больного. Я? Лицензии. Лицензии. Ну, я разобрал, я уже не помню, скільки років тому область. Ну, таких программ дуже багато. Отдельно стоит уделить внимание глазам пациента. Двусторонняя оптическая невропатия со снижением визуальной активности и набуханием оптического нерва могут возникнуть вследствие остеолитического синусита. Набухание оптического диска, оптическая атрофия, явный синдром Фостера-Кеннеди и нарушение визуального поля прежде всего обусловлены вдыханием кокаина через носовую полость. Что касается речи пациента, она сбивчивая, местами даже затарможенная. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет, чем я вас особисто и так. В отдельных случаях мы можем заметить, что речь пациента непродуктивная, с персеверациями, проще говоря, повторение одной и той же фразы. Это говорит о реальной стадии наркомании. Соответственно, и о том, что пациент принимает кокаиновые смеси, можно говорить как о факте. Я думаю, в каком-то месте мы презентовали готовую дорогу, якої не было с 85-го. И было очень схожее вопрос. Мы презентовали дорогу, я не помню, сколько она кошта. На ней грабовали краю, начиная с самого начала, с 90-х, а ее не выдували с 85-го. Что же мы имеем по итогу? Выше я перечислил признаки, которые говорят о наркозависимости пациента. По первичным признакам можно сказать, что больной употребляет продолжительный период кокаин. Для того, чтобы подтвердить наши выводы, необходимо клиническое обследование пациента. Я скрыл свое лицо за маской, прежде всего, потому что сейчас очень высока опасность коронавируса. И, естественно, я всех призываю к тому, чтобы мы защищали себя, защищали своих близких и всем здоровья и не болели. Но вторая причина, по которой я это сделал, это опасность, которая возникает от преследования СБУ, каких-то элементов нашего пациента, мести. И поэтому я хочу, чтобы пока я оставался в тени. Но я украинец, и я очень болею за нашу страну. Я хочу, чтобы мы все-таки жили так, как мы ожидаем, когда каждый раз выбираем президента. И я хочу сказать на нашей риньемове, хибары будь вулы, як ясла помни. Так вот, у нас, у нашего народа, и ясла пустые, и пациента команда. Всех здоровья, добра и болейте.